Девушки отдыхают 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 Переезжают, и здесь и в целом оказывается доля молодого населения выше, чем немного, но всё-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране. У нас где-то доля молодых людей до 35 лет 25 с лишним процентов, а в дальневосточном регионе это 27 с лишним процентов. И это хорошая тенденция. Говорит о том, что привлекательность региона возрастает. Ну и понятно, потому что он, конечно, мощный, красивый, огромный и перспективный, очень перспективный. Вы понимаете, что мы имеем ввиду, где мы видим, что мы имеем ввиду. В этом республике был в региональном центре Айсен Сергеевич. Он был создан в Таланнах Оголыру. Он был создан в Таланнах Оголыру, который был создан в Таланнах Оголыру. Он был создан в Таланнах Оголыру. Он был создан в Таланнах Оголыру. Продолжение следует... Продолжение следует... Достаточно высокая стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке. Мы понимаем, безусловно, что выработка и передача электроэнергии на Дальнем Востоке по объективным причинам дороже, чем в центральной части России. Владимир Владимирович, как Вы считаете, в таком сложном вопросе решение должно быть выработано рынком самостоятельно? Или же всё-таки для Дальнего Востока подходит исключительно, так назовём его, командирский подход со стороны государства? Спасибо. Надо стремиться к тому, чтобы рынок работал. Но сейчас это невозможно. Это нужно исходить из реалий. А реалии таковы, что потребление растёт. А, кстати говоря, это о чём говорит? О том, что производство развивается. И транспортная инфраструктура развивается, требующая больше энергии. И промышленные предприятия развиваются. У нас в рамках программ развития Дальнего Востока предусмотрено финансирование более 8 триллионов рублей. И более 4 триллионов уже освоено. Работа-то идёт. И это требует, конечно, больше энергетики. Но сегодня, с учётом дефицита энергетических мощностей, генерирующих, конечно, просто в рынок вывести невозможно. У нас, скажем, в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией. А целевая инфляция была 4%. Она оказалась гораздо больше. 12, по-моему, поскольку в 2024 году была. И, соответственно, тарифы выросли на Дальнем Востоке в два раза почти что больше, чем по стране в среднем. 11, а здесь 23, по-моему, было процентов роста. Поэтому просто так в рынок отдать невозможно. Но правительство это понимает и планирует плавные выведения в рынок по ходу создания новых генерирующих мощностей. Ну, Николай Владимирович, вот именно почему этот вопрос был задан и как вы принимаете этот ответ? Ну, вопрос был сформирован по понятным причинам. Я всё-таки работаю как раз в отрасли регулирования цены тарифов на электрическую энергию. И думаю, ни для кого не секрет, что у нас тарифы на электроэнергию в целом по стране и даже на Дальнем Востоке одни из самых таких высоких. И, ну вот, как я и сказал в своём вопросе, то, что это объективные причины. Действительно, если Дальний Восток, как макрорегион, он испытывает эти сложности, то Якутия их испытывает вдвойне. Потому что почти половина территории Дальнего Востока — это территория Якутии, да, 3 миллиона квадратных километров. И у нас, чтобы произвести и доставить электрическую энергию, нужно иметь очень, так сказать, большую и надёжную инфраструктуру. А учитывая ещё и климатические особенности, обслуживать эту инфраструктуру у нас в разы дороже. То есть это и логистика, это и доставка топлива, это и стоимость этого топлива. И, ну, вопрос понятен. Ну и мне кажется, я получил именно тот ответ, который на самом деле понимал то, что это логично. И то, что ответ, скорее всего, будет такой. Но нужно было понять позицию именно президента страны по этому вопросу. Потому что на федеральном уровне сегодня вот как раз и обсуждается тот момент, что Дальний Восток всё-таки должен перейти на рыночное ценообразование. Это значит, цены нужно перестать регулировать. Для меня, как человека, кто занимается этим профессионально, это такой вопрос очень важный. И мы понимаем, что если отпустить цены сегодня из регулирования, отпустить их на свободное, так сказать, плавание, рыночное ценообразование, цены однозначно вырастут. Мы это прекрасно понимаем. И вот Владимир Владимирович чётко и с ясностью понимает это. Со всем его опытом он вообще на все вопросы отвечал с таким. Я не представляю, как можно столько цифр, информации держать. Но, видимо, такой колоссальный опыт государственного управления сказывается. И он сказал самую главную вещь, что сегодня мы не готовы на Дальнем Востоке переходить к рыночному ценообразованию. Это самое главное. Тут сейчас, наверное, мы ждём именно тех решений. Я надеюсь, что по итогам этой встречи, я бы не сказал, что это было совещание. Это больше была встреча, действительно, где задавали такие животрепещущие вопросы. И даже часть ответов мы сразу получили там. И может быть решение по тем предложениям, которые ребята озвучивали, они попадут в протокольные поручения. И мы надеемся на это. И вот по моему вопросу, я надеюсь, что и с федеральными органами исполнительной власти, с правительством в целом Российской Федерации, и мы как региональное правительство, которое участвует в этом процессе, всё равно как через Министерство Дальнего Востока, найдём, так сказать, понимание, чтобы вот эти темпы поэтапного роста, о котором он сказал, они были достаточно комфортными для всех участников процесса. Ну, то есть в первую очередь, конечно, мы переживаем за потребителя, чтобы вот этот рост, он был распределён настолько мелко, насколько было бы комфортно всем. Ну, здесь нужно понимать, чтобы и энергокомпании у нас не перестали работать из-за того, что накопленные убытки там. Мы сегодня и по Якутску энерго имеем, конечно, убыток, да, и все об этом тоже знают. Есть такие проблемы, очень животрепещущая тема. Она не решается, конечно, так одним вопросом. Она, да, это такая... Ну, самое главное, как бы, призывается эту проблему. Да, конечно, то, что сегодня мы не готовы, нужно поэтапно двигаться в этом направлении, и чтобы не было вот этих колебаний и скачков. Это, думаю, нужный ответ. Да, ещё и вопрос поднялся вот по северным надбавкам, да? Да, коллега спрашивал про северные надбавки. Ага. Что у него актуальность? Как вы думаете? Да, на мой взгляд, это тоже один такой из важнейших вопросов, и президент с полным пониманием сразу уловил весь смысл и даже поправил коллегу о том, что он немножко там, ну, друг друга они, видимо, да, отволнение, скорее всего, учитывать. А Владимир Владимирович сказал чётко вынести за скобки северные надбавки, чтобы вот сейчас в предлагаемом проекте внесения изменений в налоговый кодекс и прогрессивной шкале налогов на доходы физических лиц, чтобы эти северные надбавки действительно вынеслись за скобки. Потому что действительно у нас эти северные надбавки платятся ровно для того, чтобы... Это как компенсационная выплата. Да, уравнять, так сказать, комфорт. А что значит вот именно вывести скобки? То есть при определении налоговой базы, ну, вот я, например, там сколько-то получаю, и у меня в этих доходах, которые я получаю за год, часть приходится на надбавки. Да? Так же? И мы умножаем это, например, не на 13%, а будет 15% у кого-то, кто выйдет за доходы свыше 2,5 миллионов, по-моему, в год. И, ну, у нас, например, если брать там даже работников медицинской сферы, да, или там горнодобывающей промышленности какого-нибудь шахтера или какого-нибудь человека, который работает на производстве, на Арктике, где северные надбавки у нас 2, 2 равняются, да, коэффициент 2, то, соответственно, он вылезет за этот коэффициент. Почему он должен платить больше налогов, когда у него стоимость жизни там на территории Арктики в разы дороже? Если сопоставить, ну, тот же работник, что на центральной части, что и в районах Крайнего Севера, то есть одинаковая позиция, одинаковая работа, заработная плата, в принципе, должна быть одинаковой, но работникам за Крайним Севером выплачивается компенсационный именно выплат, за счет чего у него зарплата кажется выше. Северная надбавка. Ну, и содержание работника там выше, это и коммунальные услуги, это и стоимость продуктов, которые так далеко везутся, и логистика в стоимости, она же тоже сидит. Ну, тогда нам лучше будет, чтобы не за скобки вышел, да? Чтобы они вышли за скобки. Да, чтобы их не учитывали, да. Чтобы их не учитывали при налоговой вложении. Понял, понял. Я в 2020 году по федеральной программе «Земский учитель» из города Якутска с семьей переехала работать в один из отдаленных северных арктических районов нашей республики, в Аннабарский УЛУЗ. Выражаю искреннюю благодарность за внимание и поддержку оказываемой программе «Земский учитель», а также от жителей нашего Аннабарского района хотела бы поблагодарить за подключение высокоскоростного интернета. Не секрет, что лучшие выпускники школ Дальнего Востока уезжают поступать в центральные вузы нашей страны. Например, в прошлом учебном году четверо наших выпускников поступили за пределы Дальнего Востока. При этом эти выпускники являются победителями, призерами разных олимпиад и научных конференций. Также они получили высокие баллы на единых государственных экзаменах. Не всегда плохо, что внутри страны есть образовательная мобильность. Но считаю важным, чтобы лучшие выпускники со всей страны приезжали учиться в наши дальневосточные вузы. А у выпускников наших школ был дополнительный стимул, чтобы дальше остаться учиться, жить и работать на Дальнем Востоке. Считаю, что таким стимулом может служить специальная правительственная стипендия. Как Вы думаете насчет этого предложения? То, что Ваши выпускники, выпускники Ваших школ поступают в лучшие, как Вы сказали, высшие учебные заведения страны, это говорит о качестве Вашей работы. Вам большое спасибо за это. По поводу стипендий, согласен, давайте так и сделаем. Здесь я не вижу никаких проблем, наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов. Ты проигрывал кликных читателей? Ты проигрывал кликные со всеми школами. ура винар от ступени агро шоу и диреме это было бы у меня наоборот ирлюк дир кэхта оскололар холлаурой специально гимназия леции интердиакторин сапоги и на ортоскола улены орто да сэр билеген эти и тын солтатын тоуны он эти хоруга бихе геусер тэхпыд билеген и метод облога барабыд луеку токтолу кэнтэ көрсёхпыд имия бейнен бельгий ол да айдупэр дзенна владимир путян бихеге сақабыз тиренкелбеер кейнер жүк өскеге көлен үлләбетін тухынан көпсеттәбет онуақа бө өйдер уху кілэнергиоңа ол қуқтақ жон ол қуқтур онна кадрыдары бәлемлер дзен үлләләң қат болға қатшығыға бөу мүнняқттә ол тұхынан бүйгін бігі көпсеттәбет онан егеме күтті қарын дәне сөттүгілің ұрабыдда ете түймәқпит түмігер бөрмізін солтатына қалубығы қаты ба әрін үлірі қалубығы қаты бәрін бұл қарабыла қыраңradы ағы қарабық қАса нғағыз қуқталып Да, 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 да. Он начал исследовать박ные университеты, вот и же молодые университеты были нет Университетом, о том, что они были ли переч Kopf? Сказал в my коледach они воспроизводят ученики и unprecновенности учебных университетов roots. Хорошо как говорили до конفоксаinin ученых университетной школы, там, там университеты, там wiederinctно работают. конечно мы понимаем, что тут, по-настоящему, в том числе о том, что это активно не знали, не знали, не знали. Мы знаем, что вообще привыкли с будущими местами, как мы знаем, как ты думаешь, не знал? Да, это просто. Да, это всегда активную активность, старый соцсенazал. После этого мой учитель был отendo в классе, потому что все готовы к своему степению. У меня есть стипендия, когда мы получаем учебный экзамен. У меня есть учебного инфекции, которые мы уже получили. . Это прекрасно. Ты делаешь его на мотейскую степендию. Я верю, он стал и задержал в первую очередь. У них есть стипендия, которые получают стипендия. а как идея получаются предложение поддержано поручение муравьев амурской программа тугананы и тигаме хруюстик хвост Арктика богата не только природными ресурсами, но и людьми талантливыми, уникальными, искренне преданными своей земле и работая над проектом, мы в этом убедились и в рамках обучения мы работали с проектом, связанным с развитием северного морского пути промышленности в Арктике и не секрет, что успешная реализация таких крупных мегапроектов будет связана с наличием квалифицированных кадров на местах в связи с тем, чтобы уже сейчас дополнительно стимулировать амбициозных молодых ребят со всей страны возможно ли распространить действия программы муравьев амурский и для территории Арктической зоны Российской Федерации на мой взгляд в будущем то сообщество выпускников, которое уже сейчас начинает формироваться помогало бы и дальше развивать данные территории Спасибо Да, программа, о которой вы упомянули, работает, на нее где-то сейчас, боюсь ошибиться, где-то 340 миллионов мы выделяем для того, чтобы ее продолжить так, как вы предлагаете, нужно добавить где-то еще 240-250 миллионов мы подумаем и я думаю, что найдем эти деньги Я надеюсь, что будет ухо Это правильный вопрос Да, спасибо большое Потому что нам для того, чтобы все планы реализовать, нам, конечно, нужны специалисты Я надеюсь, что будет активный вопрос Как вы говорите, что вы будете принимать dolغные системы? Ну, конечно, в республиках есть конкретные проекты Это было длительное решение В республиках они былиangelные с длительностью Республиковых, которые были амбициозным проектом В нашем мире, которое бы начали пойти Кучевский кластер В situated в области морского, глубокого года в морского порта мы можем найти Но это уже сейчас нужно Это будет И сейчас будет Это было в Муравьев-Поморской программах в Дальний Восток. Это было действительно повезло, потому что в Дальний Восточной и Артической регионе Кирсен-Тураш-Чикотка-Кутка-Кутка-Кутка-Кутка-Кутка-Кутка. Но при этом в России было в России. Они работают в Киева для меня и они и находятся в России. Они работают в Киеве, когда она сидит в России, а в России будет ухаждаем. Это джоннер, архангериск, мурманск, индеки, уже более кюстяк артические регионы, кеннер би-яға келек тарын сөп, кеннер уже күртой опытақтар, күстяк специалисттар, кеннер би-яға келек тарын сөп тарын сөп тенгәп, он басты күтінен, онна бірген, онна уже туқты көвей, бұпысниктар бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-бәй-б� ему дәрді күнемесе, үші турги understood. Кәмэр-йл ұл қылағын,jąна ңыхендер¡,поставғын,жілгез ғі-бәр әй-бәмEE-бәй-бәй-бәй-бәй-з Irмалым шықты күрде. Кәмір бәрсеткемесе тәлті это үш highlighting басチャンネル. Кәмірảo айтастар сөп төзер шықты зарın 2 июди bewдашкин тی constrainedи. Программа «Муравьев-хамурская» 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 Я представляю селу Крестяк Сонтарского Лоса Республики Саха-Якутия, где строится по вашему поручению Дом культуры. Мы очень благодарны, что поддержали просьбу Героя Труда Российской Федерации Владимира Африкановича Михайлова. И мы надеемся, оправдаем все надежды, которые на нас возлагают. Два с половиной года назад заработал проект «Пушкинская карта», открытый в Якутской школе креативных индустрий 2. Это в Якутском колледже культуры и Республиканском художественном училище. Заработал проект «Культура для школьников». А на слегах отдаленных, где открыты мобильные библиотеки, там в основном аудитория детей и молодежь. Вы послание анонсировали о земском работнике культуры. Это так, как в Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии, это будет сумма удвоена до 2 миллионов рублей. Это очень важное решение. Спасибо вам. Разрешите, Владимир Владимирович, поблагодарить за огромную поддержку культуры. Есть у меня еще выплаты по программе «Земский доктор», «Земский учитель». Они не облагаются налогами на доходы физических лиц. Будут ли распространяться аналогичные льготы на участников программе «Земский работник культуры»? Ну, это сам Бог увидел, как же мы по врачам приняли решение, по педагогам приняли аналогичные решения, безусловно, должны быть приняты и по работникам культуры. Само собой. Обязательно это сделаем. Спасибо. Вы знаете, когда я первый раз приехал в Якутию, я был удивлен ярко выраженными талантами якутского народа. Просто, честно говоря, роту открыл. Я не ожидал даже такой глубины и такого интереса к развитию своей культуры. У вас такой певучий народ. Правда, правда. И так это все делается с таким тактом, с таким удовольствием, с такой глубиной. Так что я желаю вам успехов. 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 Продолжение следует... 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 На этом свете вegовы были нужны. Есть уже один из самых известных мест. Выskали ее открыть и учились? Нет, я знал, что это не было. Я не нашел его открытку, это не было. Ах ты, что это не было. Он учился в школе и учился в школе. Он оказался в университет и потенциал. Зад Seth рассказал его, как и улыбнись. В том числе, как можно услышать, мы создавали музыку и из-за притопианы. Притопианы можно сложноцело? Это было очень много времени, когда они были в школе. Они были в школе искусства, и они были в школе. Они были в школе. Они были в школе. А теперь они были в школе. В этом году мы работаем в Казахстане. Да, это профессиональный музыкант. Выучили музыку. Они получают музыку. В этом году появляется очень много. А в стране, в Стексе, в Верхоянске и в Украине, в стране, в народе, как они получают музыку. То есть, как вы говорите, у них это было? Да. hayır, это не то, что я не знаю, что я занимаюсь. Это все, что я думаю. И сейчас я думаю, что с военными республиками, я делаю его в том, что вы должны быть! Алоу! Здравствуйте. Это был очень интересно. Я знаю, если у меня это надо. На артистском рынке заканчивается неплохо. Многие студенты, русских. Большого языка не очень хорошо, это очень интересно. Это очень просто. Да. 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 Ясно. Да. Особенность Арктичесто-район республики. Однако, в частности, делают могут подчеркнуть, или страдков. Это не получится. Арктическо-район республики идет разнообразие, поэтому все оказывают, что Арктическры до этого не суббёраCharlotte. Это очень важно. Просто повышенный коэффициент в программах, учителянный докторный номер 2 миллион. Это очень важно. Глава, район, глава, глава бета, учителянный докторный номер 2 миллион. Мы очень активны. Мы очень активны. Мы очень активны. Это сегментарий. который приходит от обращения к институту. Вот они будут стоять и заниматься. умеренному, что индивидуальные программы считаются. Или они учитываются? Ну, сегментарий. Вы, тем не менее, как рассказано? Еще какие вопросы были, Николай Владимирович? Которые задавали, которые наиболее интересные? Мне кажется, по малой авиации очень серьезный вопрос наш один из курсантов программы задал. И тоже Владимир Владимирович даже сказал, что ему сложно бороться с бюрократией бывает. И действительно, там наблюдаются сегодня такие сложности. И они в первую очередь связаны, конечно, с нормативно-правовыми барьерами, которые нужно снимать, пересматривать и вообще понятие малой авиации внедрять на территории страны. Но, конечно, сталкиваешься с такими вещами, с которыми сложно спорить. Это в первую очередь безопасность перелетов, это, так сказать, уставы, они написаны кровью, часто так говорят, что правила не просто так созданы. Потому что благодаря этим правилам защищается, в первую очередь, жизнь человека и его здоровье. Но, тем не менее, эффект от понижения требований, например, о чем Владимир Владимирович сказал, он может стать, наоборот, больше принести пользу, нежели чем запрет. Действительно, потому что малая авиация на сегодняшний день в аналогичных странах, если мы посмотрим на наших соседей из США, территории Аляски. Она же очень сильно развита и чуть ли не каждый второй человек, как машину, имеет у себя личный самолет либо вертолет и может на нем передвигаться. Но здесь нужно, конечно, очень аккуратно все это делать. Но прежде всего это здоровье человека. Да, 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 да. Ну вот даже доставка, труднодоступные места. Касалось же беспилотных аппаратов, которые могли бы доставлять, допустим, лекарства, просто туда переправлять. Ну, уже примеры есть, реализованы на территориях других регионов. В Бурятии в том числе. Да, в Бурятии в том числе. Коллега как раз работает в Бурятии. И на основе его примера он предлагал распространить дальнодействие для труднодоступных, дальневосточных населенных пунктов. Ну, да, для нас актуально было бы. Конечно. Вот такой большой... Ну, прорабатывается этот вопрос в правительстве однозначно, в нашем правительстве. Поэтому, думаю, в скором времени решение будет. А так, в целом, хотел бы вот так объединить, сказать тоже, что, ну, практически все вопросы, которые были заданы, они же были заданы в первую очередь про самый главный, так сказать, ресурс. Это люди, это трудовые ресурсы, это высококвалифицированные кадры. Ну, вот как раз те программы, которые реализовались благодаря президенту, это и вот земский учитель, земский работник культуры, земский врач. Они сегодня работают, но вот и те предложения, которые были озвучены, они же как раз направлены на то, чтобы докрутить, доработать те механизмы, которые уже работают и сделать их еще максимально эффективнее. И практически по всем предложениям, вот так вспомнить, он поддержал и, да... Все предложения поддержали? Практически все предложения, которые были, да, озвучены, они были поддержаны. И наша самая главная, как бы, цель встречи, она была достигнута, на мой взгляд. И это самое главное, это радует, что это найдет отражение на земле, и люди почувствуют эффект от этих изменений. Ну, даже здесь сидящие, да, прекрасные примеры, на мой взгляд. И наша земля наполнится еще больше такими замечательными людьми, и развития, да, талантливыми, и развития найдет свое русло обязательно. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Общая песния, да, да, да. это уже бар день, в скором времени все это реализуется, уже в процессе, из десяти четыре тысячи введено, еще 6 тысяч введут, еще был вопрос по этому же, девушка из Камчатки задавала вопрос, она получила всего лишь миллион компенсаций, потому что в городах до 50 тысяч мера не распространяется, не увеличили 2 миллиона, потому что по программе там же указывается, военный городок, в военном городке, ну совещает население, ну и было бы справедливо уравнять, и тоже Владимир Владимирович поддержал, а то как-то несправедливо получается, это же несправедливо, это же несправедливо, это же несправедливо. Отлично. Кто в нашем сегодня субтитры? Он, в Советском сайте, главный оборудователь, район, в Советском районе. Но в своем стране они просто учатся. И они after-because этого не делать? Они постоянно учатся. Это было? Да, это было. Это было 2 миллиона рублей. Сейчас в студии это было 2 миллиона рублей, так что он был в этом году. Этого года? Да, это было, да. Лили с вами зацепляли в ассоции. Да, это было. Да, и в этом году в Камандюровске было. Мы говорим о том, что он был в Украине и он был в Украине. Он был в Параде. В этом году он поддерживал все предложения, а дальше вот, одно поддержание, а потом дальше что будет? Как это будет? Когда это все будет реализоваться? День куды по простуре, скандарт саландии. Как итог? Давайте, Николай Дмитриевич, с вас начнем. Мы же живем все в правовом государстве, и любое поручение президента, оно спускается по соответствующей вертикали власти. В первую очередь, правительству Российской Федерации будут направлены все эти предложения для рассмотрения, и профильные министерства, и ведомства будут прорабатывать эти вопросы. Поручение президента достаточно в ускоренном процессе. Поручается правительство, и сроки достаточно жесткие, и любые органы исполнительной власти будут в надлежащий срок рассмотреть и дать свои предложения. Если это все поддерживается, далее программа запускается. Я думаю полгода, год наверное, вот где-то такие сроки по каждому из вопросов, конечно. Где-то может быть финансирование нужно будет дополнительное. Вопросы же все равно будут упираться в финансовые, в том числе, вопросы. И искать ресурсы, это тоже работа. Вот, поэтому думаю, ну мы найдем, как говорится, возможность ускорить решение вопросов. Вопросы, как говорится? 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 Это очень популярная работа. И это было приемлемо для особых идивных дел. Но но не только для этого, и для тех, что они лучшие остановились. Это же не только, но и для тех, что были такие специальные 5000-вотно-кулистики. У меня есть вопросы, которые добавили диалогов. Что такое с вами? Добро пожаловать на наш канал! Потому что наиболее современных некоторых народах начинают создать образы здравоохранение. В общем, это неизвестный вопрос. Я работаю в других регионах, которые наиболее заведены в последнее время. Второе, что в России поможет мне사를 создать свой призрак, создавать свои дебятые игры. Так что здесь мы не можем создавать определенные задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова